На сегодняшний день одной из главных проблем для поселка Сосновый Бор является канализационный коллапс, когда по улицам и территориям образовательных учреждений уже с периодичностью разливаются реки канализационных вод. Отметим, последнее ЧП для поселка становится традиционным, ведь никто из муниципальных чиновников, в том числе и глава Артемовского городского округа, не торопится принимать участие ни в его ликвидации, ни в комплексном решении перезревшего вопроса. Тем не менее, простым жителям всех возрастов приходится дышать ароматами фекалий и переживать за здоровье свое и своих детей. Ведь плывущие канализационные воды по улицам являются первым и главным источником вспышки кишечных инфекций – вирусной этиологии. Анализируя ситуацию, невольно задаешься вопросом, для каких целей чиновники администрации Артемовского городского округа занимают свои посты. В чем они преуспели? Ведь зловонно пахнущая, причем затянувшаяся уже около года беда в Сосновом Бору не единственная. Так, прибывшей в поселок съемочной группе телерадио компании «Альтекс Медиа» удалось узнать подробности не только связанные с проблемой злополучной канализации, но и по застопорившимся решениям других вопросов, также влияющих на качество жизни местного населения. К примеру, частные дома по улице Береговой вошли в новый отопительный сезон с электрокотлами. Напомним, администрации Артемовского городского округа было принято решение дома по Береговой отрезать от центрального теплоснабжения, чтобы улучшить мощность Сосновоборской котельной и повысить тепловую подачу в многоквартирный жилой фонд центральной части поселка. Реализацию плана за лето осуществили. Правда, насколько получилось увеличить тем самым производительность котельной, пока не ясно. Ведь, как таковых, сильных морозов пока не было. Тем не менее, жители улицы Береговой убедили перейти на электрокотлы, что, собственно, они и сделали. Только почему-то ни у одного чиновника не возникло вопроса. А как же теперь будет осуществляться водоснабжение в дома жителям Береговой? Ведь водопровод проложен спутником с теплотрассой. Нет, воду так не сделали нам. Нам должны были полностью переделать воду, потому что отопление будут отключать трубы. Нет, ничего не сделано. Не знаю, когда буду делать. Говорили, до 24 сентября все это сделают. На будущий год, похоже, все. Об углублении нитки водовода как будто бы и не забывали. Но по факту так ничего и не сделали. Теперь, чтобы не прекратилась подача воды в дома, придется теплотрассу не отключать. Иначе водовод перемерзнет. И о каком тогда повышении давления в сети вообще может идти речь, если протяженность трассы так и не уменьшилась? Стоит отметить вопрос повышения давления в сети. Теплоснабжение – это больная тема для соснового бора. Напомним, при ремонте теплотрассы по улице Иваново трубы на участке 120 метров были установлены диаметром в два раза превышающим диаметр подающей трубы. Тем самым, давление в сети заведомо было понижено. Пытаясь осмыслить весь этот фронт работ, приходит понимание. Ведь не зря глава Артемовского городского округа честно признался, что нет в команде чиновников специалистов. Я согласен, специалистов нет в жилком строе. Я не специалист. В таком случае возникает вопрос, зачем тогда эти горе-специалисты обещают людям сделать что-то лучше. Кроме нерешенного вопроса с водопроводом, по-прежнему жители улицы Береговая волнует проблема с освещением. В процессе перевода домов по улице Береговой на электрокотлы, чтобы увеличить энергомощности, были установлены новые столбы. Старые почему-то остались на прежнем месте. Несмотря на то, что столбов по улице стало в два раза больше, на освещение это никак не повлияло. Как жили люди в темноте, так и продолжают. Кроме того, после установки новых столбов жители теперь еще и любуются на кучи срезанных веток, которые никто так и не удосужился за собой прибрать. Такое частичное решение вопросов с основом бару встречается практически во всем. Взять ту же улицу Иваново, где проводилась замена теплотрассы, которую долгое время не могли решить, кто должен закопать. Наконец, чиновники пришли к консенсусу и трассу закопали. Но не разровняли, оставив безобразные кучи в виде холмов. Далее, разматывая клубок проблем, внимание съемочной группы привлек местный центр досуга. Кроме разлившейся по территории сосновоборского центра досуга канализации, само состояние здания также внушают большие опасения. И вот эта вот низменность, она идет ниже уровня той ямы. И сюда, это вот здесь заморожено, сюда стоки идут с Иваново, оттуда сюда. И вот это вот все проседает, проседает, проседает. Колодцы, вот видите, как уровень изменился. Колодцы даже выше уровня становятся. Земли, которые промежуточные, это тоже сюда уходит. Фундамент клуба уходит вообще. Открывается. И вот смотрите. Вот туда, под фундамент все это бежит, да? Это ливневка, это канализация, оно проседает. И это все, это уже овраг начинается. Что дальше будет, это неизвестно. Даже кладка кирпича уже наполовину разрушена. Это отдельная тема. Ну вот они, вот она тема. Это скоро будет вход в клуб отдельный. Проблем в поселке Сосновый Бор с каждым годом, да что уж там, практически с каждым днем становится только все больше. И причиной, как можно предположить, является нежелание чиновников и руководства муниципалитета помогать территориальным органам местного самоуправления и лишний раз напрягать себя решением возникших задач. Ну у нас глава вроде девка-то бегает, хлопочет все, но она ничего не решает. Вот и получаем. Тот, кто решает, самоустранился, оставив территориальные органы местного самоуправления выживать самостоятельно. То есть в случае с Сосновым Бором тонуть в фекалиях, жить в страхе вспышки кишечно-вирусных инфекций, ходить по бездорожью и по темным улицам.